Всем привет! Меня зовут Погребняк Аня, и это уже третье видео у меня на канале, которое как-то связано с IT-тематикой. Первое видео очень общее, не имеющего никакой конкретики, это просто история моей жизни о том, почему я поступила на факультет кибернетики и компьютерных наук в университете имени Тараса Шевченко, как меня туда занесло, потому что люди видят меня в интернете как человека, который интересуется модой, какими-то женскими такими штуками, и внезапно, когда они узнают, что я работаю в IT, они очень удивляются, и это видео было снято именно для того, чтобы ответить на этот вопрос. Второе видео про IT, которое я снимала, это было видео о том, что, по моему мнению, нужно знать, чтобы работать в сфере Quality Assurance, такой супер популярной сейчас профессии тестировщик, все хотят стать тестировщиками прям повально, все еще я получаю очень много вопросов от людей, которые спрашивают меня, Аня, с чего начать, Аня, что начать учить, Аня, сделай мое тестовое задание, я вообще в шоке, честно, пожалуйста, имейте совесть, я не буду делать никому тестовое задание, это так на будущее, поэтому я снимаю еще одно видео, третье видео, я не очень охотно снимаю себя на канале эту тему, потому что я сижу на работе 8 часов в день, я провожу 40 часов в неделю, работая в IT-компании, и когда я заводила блог, это планировалось быть моей отдушиной, где я могу поговорить о моде, о чем-то таком творческом, я прям слушаю себя и чувствую так, как будто бы я пришла с пробежки, на самом деле нет, на самом деле перед этим видео я снимала видео на канал Blink, это аппликейшн для ардуино-бордов, для управления всякими микроконтроллерами, на самом деле я уже довольно-таки устала, но все-таки мне хочется воспользоваться все еще хорошим освещением на улице, и вчера я написала такой мини-план slash mindmap, хочу стать QA, с чего начать, поэтому если эта тема вас интересует, то оставайтесь со мной, смотрите это видео. Итак, первое, с чего мне хочется начать, это с вопроса, который я задаю вам, человеку, который хочет перейти в эту сферу и заняться именно тестированием. Есть ли у вас профильное образование? Вы должны для себя ответить на этот вопрос, это довольно простой вопрос, но в то же время, чтобы вы понимали, профильного образования я не подразумеваю образование тестировщик, потому что такого образования, по крайней мере, в Украине нет. Я подразумеваю техническую специальность с направлением программирования, информатика, математика, наверное, все. Итак, если же профильное образование у вас есть, вы сейчас пропускаете все эти пункты, которые я назову для тех, у кого нет профильного образования, и там можете промотать видео на пару минут вперед, а те, у кого профильного образования нет, слушают меня сейчас. Я пыталась представить, что такое, как мыслить человеку, у которого нет профильного образования вовсе. Мне это представить довольно сложно, потому что еще со школы я увлекалась математикой, у меня хорошо было все с физикой и с информатикой, поэтому первый совет, который я дам, это это реши все свои проблемы и непонимания с компьютером. Я уверена, что у многих из вас есть проблемы, типа я не могу установить себе Windows, вирусных браузеров, я вот нашла даже, по-моему, браузер Amigo, это называется, который устанавливается там, если вы имели опыт скачивания каких-либо торрентов, то он вполне мог у вас там установиться где-то и сидеть в системе. Решите все вот эти свои проблемы, потому что в процессе решения этих проблем вы уже начнете как-то немного больше переходить на ты с компьютером, скажем так. Следующий такой мини-пункт, это научись пользоваться терминалом, или же в Windows это вроде бы называется командная строка. Какие-то самые простые, начните с самых простых действий, например, там скопировать файл, зайти в какую-то папку, посмотреть, что там лежит, как устроена файловая система, научиться выводить список процессов, которые сейчас происходят. Если, например, у вас завис компьютер, посмотреть, какой из этих процессов привел к тому, что он завис. Это база, это база, с которой сталкивается любой человек, который работает в IT-сфере. И третье, достаточно простое и очевидное, это научись смотреть на софт, которым ты пользуешься, то есть любые приложения мобильные, любые сайты, что угодно, не только как пользователь, но и как человек, который имеет отношение к разработке. То есть попытайся найти плюс и минус, попытайся задумываться, как это устроено. Смотри на продукт как человек, который имеет к нему прямое отношение, как человек, который мог бы помочь сделать его лучше. Можно отправить какой-то баг-репорт, там, в Facebook, если вы столкнулись с чем-то откровенной ошибкой, или в Instagram, где угодно. Если вы знаете, как ее воспроизвести, сообщите о проблеме. То есть не будьте равнодушны к софту, которым вы пользуетесь. Итак, следующее. Теперь уже здесь начинаются все, у кого есть профильное образование, у кого нет профильного образования. Это книжка, которую прочитала я несколько лет назад, и которую я советую всем, кто вот только-только начинает. Это Savin.testирование.com В этой книжке, говорит, любая статья в интернете, если вы ведете там, как стать тестировщиком, 100% там ее кто-то уже посоветовал. Эта книжка написана очень простым языком. На русском она изначально написана, поэтому она, в принципе, вам будет понятна и несложна к прочтению. Она написана для новичков. Я считаю, что после прочтения этой книжки обычно люди уже понимают, хотят ли они реально работать в этой сфере или нет. Следующий пункт, такой тоже достаточно простой, это полюби, логические задачи и головоломки. Попробуй каждый день там находить себе какую-то логическую задачу в интернете, целый день может на ней думать ее, решать к вечеру, придумать ответ, проверить его, правильный он или нет. Если же он неправильный, то прочитай уже правильный ответ, попытайся понять, почему ты не смог ее решить. В общем, логические задачи, это очень важно. Как-то пробудить мыслительные процессы, что ли. Следующее, это я уже советовала, пройти какие-то онлайн-курсы. Онлайн-курсы вы можете выбрать на свой вкус. Я не говорю про курсы именно о тестировании. Я сейчас говорю о курсах, о близлежащих технологиях. Мне кажется, сейчас чаще всего все-таки работаю с веб-приложениями, поэтому будет полезно, если вы пройдете курсы по HTML, CSS и JavaScript, например. Опять же, называю я именно эти технологии, потому что их учила я, когда я искала работу. Это не единственно правильный, безусловно, путь, но это то, что делала я, это то, что я могу советовать. Такие курсы я проходила на codeacademy.com. Это сайт, который позволяет проходить курсы онлайн, бесплатно. Ты просто нажимаешь кнопку «Начать курс» и занимаешься. Это очень простые курсы, вам ничего не нужно, кроме браузера, просто там все загружается прямо в браузере. В принципе, если вам не нравится идея с HTML, CSS, JavaScript, вы можете начать с чего угодно другого, что там будет, просто чтобы начать работать с какими-то новыми для себя технологиями и поучиться немножечко программировать. Следующий шаг – это книжки на английском, профессиональные книжки. Я советую читать книжки, которые готовят людей к получению сертификации. Есть международные уровни сертификации и тестировщиков, и есть книжки, которые готовят вас к тому, чтобы их пройти. Я лично не получала такой сертификат, я не сдавала такие тестирования, но, возможно, когда-нибудь я это сделаю, если мне это будет нужно, если мне это будет еще интересно. У меня, например, была такая книжка, мне ее посоветовала девочка, когда я приходила на работу, и она проводила собеседование у меня, она мне очень посоветовала ее прочитать, за что, Юля, я тебе очень благодарна, автор Брайан Хемблин. И читать ее полезно и именно на английском языке, потому что чтение профессиональной литературы на английском языке позволяет вам учить весь профессиональный сленг. Наверное, какой-нибудь Укрпочте или там Киевстару нужны тоже тестировщики и программисты, но все-таки я думаю, что вы бы хотели пойти работать в какую-то международную компанию, а значит, английский язык вам нужно знать. На этом этапе хотела бы уточнить. Та сертификация, которую я назвала, это ISTQB, это сертификация по Software Testing. Есть также сертификация CTFL, это сертификация именно по Quality Assurance. Вкратце, чтобы вы понимали, в чем разница. В чем разница между Quality Assurance и Software Testing, основная его цель это найти проблемы и сломать продукт, который вы тестируете, найти все эти слабые места. Quality Assurance, он же сконцентрирован больше на том, чтобы проверить, что ваша программа, которую вы тестируете, способна правильно работать при требованиях, которые указаны были в спецификации. Итак, казалось бы, Аня, пора бы тебе уже сказать, браво, восхитительно, идите искать работу, но нет, здесь я скажу что, что пришло время изучать автоматизированное тестирование. Лично я начинала с Selenium WebDriver, почитайте, что это такое, почитайте, как с этим работать. Это несложно, это позволит вам, опять же, применить какие-то свои азы программирования, которые вы там научились. Может быть Java, может быть Python, что вам больше нравится, или какой пример вы лучше найдете в интернете. Вы можете взять любой сайт совершенно для этого, какой-то интернет-магазин, и на его примере составить себе какой-то тест-кейс, и описать его, собственно, уже не своими руками прокликать, а программным путем это все прокликать, с помощью усиления WebDriver. И это будет очень классный опыт, я уверена, что он вам понадобится, не только в будущей работе, но даже и на собеседование. Как вы заметили, в процессе обсуждения всего этого я не упоминала английский язык. Я не упоминала его, потому что это само собой разумеется. Вам нужно хорошо знать английский язык, если вы хотите работать в IT-компании, неважно на какой должности. Теперь на этом этапе вы можете переходить к тому, чтобы получать практический опыт. К сожалению, самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что зарегистрироваться на какой-то бирже, где вы будете работать тестировщиком и брать какие-то фриланс-проекты без практики, мне кажется, довольно сложно, хотя я не пробовала. В принципе, вы можете попробовать поискать и практический опыт, и таким способом. Либо же отправиться на стажировку в какую-то компанию, либо же пойти на курсы, где заранее вы будете знать, что там будет реальный проект и будет вам потом что написать у себя в резюме. Скажите мне, если вам интересна тема составления резюме. В принципе, у меня даже есть идея для видео о том, как не нужно составлять резюме, а написать какие-то вредные советы по составлению резюме. Поэтому вы мне напишите в комментариях под видео, если хотите услышать мое мнение на этот счет. Вам большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что это видео было полезно тем, кто заинтересован в этой тематике. Увидимся с вами уже очень скоро у меня на канале. Всем пока!